Всем привет! Это Антон Рожновский и новый выпуск дневника Трэдуна. На этой неделе мне удалось заработать несколько десятков процентов к своему депозиту и я думаю, что каждому из вас будет полезно посмотреть, как это происходило. На этой неделе я особенно не снимал свою жизнь вне трейдинга, ну разве что кроме тренировок, просто потому что рестораны меня задолбали, а что-то новое мне придумать пока сложно. Поэтому, если у тебя есть идея, пиши в комментарии, чем мне заняться в процессе ведения сделки. Ну а в этом выпуске я, как обычно, покажу тебе, как легко зарабатывать систему BigSculper и удваивать свой депозит каждый торговый месяц. Это реально, друзья мои, просто нужно учиться, нужно желание зарабатывать и все у вас получится. Все ссылочки на систему BigSculper в описании, я повторюсь, что в момент выхода этого ролика у тебя есть всего лишь два дня, последних два дня, забрать эту систему со скидкой в 5000 рублей. Всем приятного просмотра! Надеюсь, что однажды ты научишься зарабатывать так же, как это делаю я. Мой секрет очень прост. BigSculper. Итак, сегодня у нас вторник, наконец-то появляется момент для входа в позицию. Понедельник оказался совсем уж никаким на точке входа, поэтому... А, в общем-то, у меня и времени там особо торговать не было. Итак, быстро объясняю позицию. У нас всего лишь одна минута до открытия сделки осталось. Значит, мы видим рост цены. Дальше, соответственно, вся эта цена пробивает вот это вот скопление горизонтальных объемов. Соответственно, корректит именно ровно-ровно, буквально пункт-пункт, вот эту вот область консолидации с горизонтальных объемов, что у нас строит BigSculper. И, соответственно, сейчас на закрытии этой свечи, очень важно, чтобы она, конечно, закрылась выше, открытие-закрытие предыдущей. В таком формате у нас будет формат поглощения, двойного даже. И, соответственно, здесь можно будет открывать дополнительную позицию. Итак, позиция открыта. И, соответственно, смотрим в панель BigSculper. Как видно, у нас только что как раз-таки образовался сигнал. 12 часов по терминалу. И, в общем-то, если бы я не знал эти паттерны, а чисто ждал, пока BigSculper показал, здесь была бы возможность даже на несколько секунд попозже зайти, вероятно, да, и точка входа была бы получше. Но это не суть. Это чаще всего относится к тому, насколько активно у вас работает компьютер. У меня пока здесь программа записи стоит, то есть бывают некие задержки в формате того, когда покажут паттерны. В общем, в любом случае сделка открыта, и нам нужно определить, где выставлять стоп-приказы. Стоп-приказы я буду выставлять, грубо говоря, за область вот этого скопления объема. Вообще, я тут подумал, неплохо было бы попробовать удвоиться. Если посмотреть на график внимательнее, чуть позже, когда позиции буду закрывать, это покажу. Соответственно, у нас есть очень хороший канал консолидации. Нет никакого спора, что мы до сих пор долбимся в тот уровень, который я еще в четверг в финале прошлого сезона рассказывал. Соответственно, видно, что идет борьба за этот уровень. Очень большое скопление продавцов, которое не дает сразу же цене выйти дальше. В любом случае, сейчас открыта покупка. Так что по направлению основных сил, того, куда рынок борется, в общем-то, у меня позиция открытая. Но при этом, при всем понятная история, что сразу же цена пошла в обратном направлении. При этом, это является верхней границей, грубо говоря, вот этого канала консолидации. Соответственно, внутри этого канала по серединной линии, по каким-то уровням. А нижней границы этого канала, соответственно, я смогу докупить. Таким образом, я подумал, что, скорее всего, в этой сделке мы будем использовать усреднение. И я думаю, что это сработает куда лучше. И, возможно, если сегодня произойдет выход за этот уровень, то удвоиться можно будет. И такой шанс просто нельзя терять. Ну что ж, мое решение поусредняться за вчерашний день сегодня утром заставило меня просыпаться в ужасе и с телефона закрывать позиции. В итоге, конечно, прибыль получена, но это было достаточно рискованно. Давайте так быстренько покажу все-таки этот канал, чтобы объяснить, что действовал я, в общем-то, в формате усреднения достаточно обоснованно. У нас действительно здесь канал консолидации. И, несмотря на то, что сделка была открыта, там, грубо говоря, на хаях, суть была в том, что я прекрасно понимал, что снизу у нас огромный уровень поддержки. Это, конечно, меня вытянуло. Но я почему такими лотами пытался и так часто пытался усреднять, да? А мы, во-первых, идем разгонным лотом. А, во-вторых, вот эта вот идея фикс, да, сделать 100% сзади, например, меня совсем не отпускало. В общем, в итоге, ну, процент 4, на самом деле, я на этом заработал, даже несмотря на то, что своп 5% только от стартового депо оказался. Вот, но по результатам все хорошо, но лучше так больше не делать. Потому что в формате того, что мы именно разгоняем депозит, разгонять депозит с усреднением штука опасная, либо это нужно делать, конечно, конкретно от границ канала, если уж он нашелся. Но если бы, да, если бы цена выскочила за этот канал, ну, все это истории разгона, просто даже говорить об этом не хочу. Ладно, сегодня новый день, будем искать новые позиции. В принципе, с 5% профита по этой неделе уже идем. Начало, ну, в общем-то, неплохое. Ну, что ж, назревает новая позиция по евро-баксу. Как раз-таки вышел недавно я из покупок усреднения. И вполне логично, сегодня будет открыть продажу. Итак, евро-доллар продажа открыта. И, соответственно, смотрим на то, что мне позволило, собственно говоря, это сделать. У нас есть движение свечи от уровня открытия вчерашнего дня. Также, если мы сузим график, мы увидим, что скопление горизонталок у нас находится выше, причем несколько дней, то есть 3 дня подряд. Это очень большая область, где продавцы, собственно говоря, размещают свои активы. Это большой хороший знак к тому, что это движение продолжится. Также за вчерашний день мы отретестили уровень Реса по цене 1.1869. То есть, это, в принципе, достаточно неплохой формат к тому, что тенденция здесь также сменилась. В общем, сейчас буду смотреть на эту позицию и, скорее всего, здесь включу уже пирамидинг. Переворот, либо стоп, уже буду смотреть по рынку, как сейчас себя цена поведет. Где-то чуть выше вот этих вот областей консолидации. Потому что волатильность у нас, можно обратить внимание, просто никакая. То есть, на нее тут даже смотреть смысла сейчас нет. Сегодня в работе я решил отказаться, естественно, от математики. И буду использовать стопы. Для меня сейчас тоже не вариант. Поэтому у меня, скорее всего, больше предпосылок на то, чтобы посмотреть немножко. И плюс-минус, скорее всего, это будет все-таки однозначно пирамидинг на переворотах. То есть, это некая возможность скальпинга, где за небольшое движение импульсов 15-30 пунктов можно легко сделать 10-20-30% за один день. Ну, собственно, вот этим я сегодня постараюсь заняться. Ну что ж, скорее всего, пришло время закрывать позицию. Так как мы используем в своей работе, ну, я использую в своей работе BigScalper. Соответственно, я здесь планирую исключительно скальпировать и на небольших, коротеньких импульсах зарабатывать денежку. Мы сейчас ударились, грубо говоря, в минимум предыдущего дня. И если посмотреть, у нас сейчас больше 12% прибыли. Хочу немножко подождать, потому что пока видеоредактор этот запускался, соответственно, время потерял, уже у меня было, грубо говоря, больше 100%, да. А к этой цели, в общем-то, сейчас стараемся и прийти. Итак, посмотрим просто на общую сумму. Вот смотрю вот сюда, в эту графу, да, мне необходимо, чтобы здесь стало 2000. Вот чисто для меня такая важная история, наверное. Поэтому сейчас, пока эта свечка в работе, буду за ней наблюдать. И как только появится возможность закрыть позицию, я ее буду закрывать. Ладно, минуту подождал, что-то сильно большого импульса у нас не проходит. Ну, 1988, да, в честь года рождения, фиксируем. Итого, на текущий момент на депозите 98% прибыли из того, чего мы начинали в начале. Я считаю, очень неплохой результат. Вероятно, цена пойдет дальше. Но у меня сегодня был ориентир минимум дня, как самый ближайший. Да, к этому моменту я заработал. А сколько у нас там по итогу получилось-то, давайте посмотрим. Итак, у нас три сделки за сегодня, да, 61%, 50%, 12% и 70%. Ну, 13% прибыли, я считаю, очень хороший результат. В среду, в день, в который очень часто, вот почему еще сегодня хотел закрыться именно по минимуму, да, потому что среда очень часто бывает таким днем. Растем, падаем и резко обратная история. Очень часто в среду я на подобные истории попадаю, поэтому уж среда точно тот день, когда я только скальпирую. И давайте несколько комментариев касаемо добавленных мной позиций, да. Соответственно, первая сделка была открыта на поглощении, на отскоке от уровня открытия предыдущего дня. У меня следующая сделка была открыта на свечке, которая вернулась обратно в этот коридорчик, да, закрылась ниже, опять же, этого уровня. И следующая свечка, грубо говоря, та свеча, которая поглотила уже открытие сегодняшнего дня. Она закрылась ниже него, соответственно, у меня появилась дополнительная возможность открыть позицию. Ну что, друзья, четверг наступил. Касаемо вчерашнего дня, я, в общем-то, был максимально собой доволен, потому что вот просто поланговал нормально, да, весь день вот такая вот колбаса, которую, я думаю, многих трейдеров оставила без депозитов, которые там дурковали, как я во вторник, да, с мартингелами, там, всякими усреднениями. И, соответственно, что, те, кто использовали стопы, наверняка нифигово там подотстопились, или, ну, те, кто пытались там максимальные движения взять. Вот, здесь все классно, замечательно, сегодня четверг, точек входа с утра я не обнаружил, достаточно непонятная ситуевина, поэтому сейчас я еду на тренировку, потренируюсь, побоксирую, глядишь, в середине дня, может быть, что-то появится. В пятницу не очень люблю торговать, потому что бывают истории, да, что сделки переносятся на следующий день, а тут уже, получается, на следующую неделю. Чего потом выкладывать в дневнике, непонятно, поэтому хотелось бы сегодня, конечно, что-то открыть, потому что в пятницу точно буду фиксироваться, ну, максимально, как можно быстренько, даже с небольшим профитом, просто для того, чтобы позиции не переносить. Ну, это вообще хороший совет для тех, кто просто торгует не на публику, просто для себя. В любом случае, перенос сделки на следующую неделю всегда достаточно опасная картина. Подумайте, стоит ли оно того, потому что может быть гэп против вас и другие неприятные последствия в формате того, что стоп вынесет или еще куда-то там улетит в усреднение, отложка схватится, как-то не так. То есть, для себя я давно понял, что переносить позиции на следующую неделю, если я не нахожусь в усреднении, ни в коем случае нельзя. Все, давайте, погнал тренинг. Друзья, у меня появляется возможность зайти, видно, свечка поглощает, не очень в этой позиции, честно говоря, уверен. Но вот прям пока ведешь дневник, да, соответственно, хочется, конечно, постоянно показывать вам торговые процессы. И, в общем-то, даже если он будет не совсем в нашу пользу, ну, ничего страшного. Итак, что мы имеем? Мы имеем горизонтальное скопление объемов, соответственно, здесь у нас очень много было принятых решений за вчерашний день. То есть, несмотря на всю эту болтанку, большие объемы, большое принятие решения было почему-то именно внизу рынка, по низу его, да. Данной свечкой мы сейчас, ну, грубо говоря, это вход на объемах. Кто изучает BigSculper видеокурс, он его знает. То есть, не по паттерну, вход на объемах. Соответственно, эта свечка у нас закрылась выше горизонталок, у нас тут высокие объемы, сужение, расширение, все красиво. Что будем делать дальше? Дальше смотрим на текущую волатильность. Она у нас составляет, ну, грубо говоря, 18 пунктов по 4 знаку. Соответственно, что я здесь буду делать? Я здесь не буду использовать стопы, потому что ситуация просто вверх кретинизма, я так честно уж скажу, да. У нас вот эта область, которую пробить все никак не можем, ударили с нее. Сейчас я поставлю вам 4-х часовые графики, чтобы вы понимали, да. То есть, вот мы ударились, мы от нее откатывались постоянно. Сейчас у нас очень интересная кондиция получается. То есть, если я сейчас здесь вам попробую порисовать, опять же. Вот здесь у нас есть два таких максимума, да. И четко-четко у нас формируется зеркальный уровень. То бишь, на высоком тайме у нас здесь скопление покупателей прямо сейчас образуется. Здесь на 4-х часовиках есть даже паттерн. Больше, чем скажу, да. Поэтому потенциал есть. Но если мы сейчас прорвем этот уровень, да, который, в общем-то, по идее, может быть прорван. И здесь уже будут, собственно говоря, уровень медведей. И пока что это уровень быков. Очень сильный уровень быков. Соответственно, прорыв вниз будет достаточно активным, сильным и очень крутым, если это произойдет. Поэтому в данной ситуации стоп ставить абсолютно неразумные истории. Повторюсь, я вас в этом дневнике, по сути, учу своему подходу к рынку. Он очень сложно обучаем. Это означает, что в любом случае придется набить шишки на лбу. То есть, даже если вы купили биг скальпер, биг трейдер, изучаете эти стратегии. Вам нужно набивать шишки полгода, год, да, чтобы вы научились анализировать контент рынка. То есть, я все делаю исключительно с точки зрения контента. С точки зрения контента рынка я подбираю стратегию. Надеюсь, сейчас понятно, да. В данной ситуации однозначно я буду ставить переворотник, да, то есть, ордер в обратную сторону с удвоенным лотом вместо стопа. Соответственно, конечно же, по размеру волатильности, которую нам биг скальпер показал. Почему? Опять же, по размеру волатильности, потому что мне просто не к чему привязать больше стоп. По факту, любой разворотник, любая подобная конструкция должна быть применена непосредственно к тому, где у нас сценарий отмены. Сценарий отмены здесь достаточно великоват. Никогда не пишите мне вконтакте, я все равно не отвечаю. Вообще нигде не отвечаю, кроме как в группе спросил Рожновского. Пишут тут всякие, где мозг, вообще не понимаю. Ну, я, в общем-то, не очень люблю людей без мозгов, поэтому даже и реагировать на это не буду. Так, соответственно, смотрим, да, этот уровень слишком далеко, нижний арестник, да, это очень большой объем. Поэтому, соответственно, мы просто берем по волатильности, как раз это будет ниже скопления объемов, то есть, все вполне себе адекватно. Смотрим 18 пунктов, это у нас 1.18, ну, я возьму круглый уровень, стандартно я стараюсь брать круглый уровень, то есть, 1.18.20 я беру. Итак, 1.18.20 просто выставляю отложку. Лот, естественно, в два раза больше, чтобы мы зарабатывали на перевороте. Таким образом, у меня стоит отложка, благодаря которой в случае разворота, в случае движения резко вниз, я также буду зарабатывать. Ну, в общем-то, все, ждем дальше итога. У меня сегодня день достаточно насыщенный. Несмотря на то, что я только что оттренировал, у меня спина трещит по швам, честно говоря, после этой тренировки. У меня сейчас еще несколько бизнес-процессов, можно будет вести переговоры с одной из компаний. И, ну, в общем, это достаточно затяжной процесс. Возможно, я не найду момента для того, чтобы попирамидить, добавить какие-то сделки. Ну, посмотрим, в общем, как пойдет. Так, ну, сразу скажу, что от этой сделки особенно многого-то я не жду. Мне сегодня достаточно заработать там 5, 20, 30, 100% прибыли, как обычно. Ну, ладно, дело в том, что рынок находится в очень невнятной такой, несбалансированной ситуации, в которой, в принципе, вообще лучше в рынок не лезть. Как я и говорю, сделано исключительно для того, чтобы показывать что-то публике. И я прекрасно понимаю, что мои инструменты, бигскальперы, мой опыт позволят мне, конечно же, за этой ситуацией вырулить. Но, в любом случае, при малейшем появлении прибыли, сейчас вот разберусь с кассами, у меня тут такие достаточно длительные и трудные переговоры. Поэтому, возможно, что-то пропущу. Но, если я все дело успею сделать вовремя и вовремя закрыть позицию, то будет просто шикарно. Итак, друзья, на счете только что, вот пока запускал запись, было больше 10% прибыли. Я думаю, что на сегодня мне достаточно. Сейчас немножко подрастет, я надеюсь. Началось какое-то торможение свечей. А мне оно зачем надо? А мне оно не надо. У меня 10% профита уже есть. Ну, ладно, не буду я освобождать, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять. Закрываем мы позицию на... Вот плюс 10%. Отлично. Так, разгрузочку убираю. Итого, на счете уже более 108% прибыли из стартового депозита. Очень неплохая неделя. Уже за нее заработано более 20% прибыли. Начал я ее ужасно. Чуть не слил депозит с этим долбаным усреднением. Ну, как, я, конечно, четко понимал, что мы в канале цены. Но вот мое желание разогнаться до 100% за день, оно на самом деле очень часто приводит к не очень хорошим последствиям. Я думаю, что для меня это тоже урок. Пора перестать гнаться за большой прибылью. Брать так, как это делает BigSculper. BigSculper позволяет зарабатывать от 2 до 10 до 20% в день. Я считаю, что это очень неплохо за маленькие движения там в 15-30 пунктов. То есть сейчас, допустим, пробит, ну, буквально 15-20 пунктов у нас составил, да? Но в итоге заработано 10%. Очень хороший результат. В пирамидинге здесь я использовался всего лишь 2 позиции. Уже неделя очень даже хороша. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok